Большинству из нас когда-то приходилось видеть абсолютно белых животных, и когда мы их видим, мы приходим в восторг, думая какие же они красивые. Сегодня я расскажу вам, что такое альбинизм и это далеко не только красота. Животные альбиносы выглядят элегантно и очень необыкновенно, но это только внешняя картинка, потому как здоровье у них не самое лучшее. Иммунитет альбиносов всегда пониженный, их зрение и слух хуже, чем у нормально окрашенных соплеменников. Да и выживать в условиях дикой природы им гораздо сложнее, потому как абсолютно белый цвет делает их легкой добычей для хищников, а хищникам, в свою очередь, охотиться на дичь довольно непросто. Ну и на любовном поприще, альбиносу сложнее найти свою пару, потому как яркая расцветка шерсти или оперения часто является главным достоинством потенциального партнера. Рождение малыша, страдающего альбинизмом, возможно лишь тогда, когда у обоих его родителей присутствует этот ген, когда он только у одного из них, окраска новорожденного будет нормальной. Вероятность таких пар очень низка, потому в природе существует малое количество альбиносов. Наибольшую популярность среди животных данного типа приобрели грызуны, которых часто воспринимают как забавные игрушки. К ним относятся мыши, кролики, хомячки и шиншиллы. Существуют даже белоснежные представители среди хорьков. Их ценят за малоподвижный и более спокойный характер, которого нет у их окрашенных, в нормальной расцветке родственников, но и продолжительность их жизни короче. Кролики-альбиносы, в дикой природе встречаются очень редко. Белый цвет шерсти, делает их уязвимыми для хищников, но на самом деле, они довольно распространены в качестве домашних животных. Самый простой способ определить, является ли ваш кролик-альбиносом, посмотреть ему в глаза. Если они выглядят розовыми или слегка красными, скорее всего, у него альбинизм. Подобно домашним кошкам и собакам-альбиносам, альбиносам-кроликам требуется немного дополнительного ухода. Обязательно защитите его чувствительную кожу от прямых солнечных лучей и держите его в помещении, чтобы кролик-альбинос был защищен от любых потенциальных хищников. Белоснежные ежики-альбиносы Ежи бывают не только серенькими, с черными глазами-бусинками, но и с белыми иголками и красными зрачками. Серого ежика все знают. А вот приходилось ли вам видеть ежа с белыми иголками? Нет? Неудивительно. Ежики-альбиносы, по словам специалистов, встречаются очень редко. На 10 тысяч обычных ежат приходится всего один альбинос. От природы они лишены пигмента, который придает окраску иголкам, коже и глазам. Причем рождаются ежики-альбиносы от обычных родителей, окрашенных в традиционный серый цвет. Ежики умилительны в своей шубке из коротких иголок. При виде этих удивительных животных, настроение, помимо воли поднимается. А внимательный взгляд блестящих глазок-бусинок способен покорить сердце любого человека. В дикой природе такие особи редко выживают, так как белый цвет не скрывает их от хищников. Такие ежи обитают в основном в зоопарках, или содержатся в качестве домашних питомцев, где они чувствуют себя под защитой и уходом. Но забота о них не так проста. Ежам нужен специальный рацион, состоящий из опарышей, насекомых, мышей, змей, что не каждый может обеспечить. Поэтому подумайте, прежде чем заводить дома ежиков. Аллигаторы-альбиносы. Хотя аллигаторы, чрезвычайно распространены в болотах и озерах юго-востока Америки, вы, вероятно, не найдете аллигаторов-альбиносов. На самом деле, есть только около двух десятков альбиносов-аллигаторов в мире. Все они находятся в неволе. Почему в дикой природе, нет аллигаторов-альбиносов? Все просто, их совершенно белый вид, на фоне более темных болот и озер, делает их главной мишенью для естественных хищников. Ворона и ворон-альбиносы встречаются очень редко, и их даже наделяют волшебными способностями. Вороны-альбиносы обычно также любопытны, как их серые и черные родственники, но из-за отсутствия пигмента, как и все альбиносы, они очень чувствительны к солнечному свету. Также им трудно найти себе пару. Общество ворон, ничуть не толерантнее, общество людей. Врановые, птицы, социальные, и белую ворону, сородичи обязательно спросят, за ее необычный цвет. И если пояснить за свою белизну у птицы не получится, то маки и издевательства, со стороны других птиц в стае, ей обеспечены. Поэтому в большинстве своем их другом становится человек, который дает им любовь и заботу. Альбинос-кенгуру Знаете ли вы, что кенгуру в Австралии насчитывается около 57 миллионов особей? Это более чем в два раза превышает численность самих жителей Австралии. И несмотря на такое обилие кенгуру, альбиносы в дикой природе встречаются очень редко. Хотя, большинство кенгуру-альбиносов содержатся в неволе, были сообщения о том, что недалеко от столицы Австралии, был замечен дикий кенгуру-альбинос. Смотрители парка считают, что ему около двух лет, что является настоящим подвигом для белого кенгуру. Альбинизм предрасполагает их к проблемам со слухом и зрением, что может чрезвычайно затруднить жизнь в бушлэнде Австралии. Серые кенгуру сливаются с окружающей средой и становятся менее заметными для хищников. Вполне возможно, что коллективный образ жизни позволяет альбиносу выжить в этих суровых условиях. Если бы кенгуру-альбинос был одиночкой, то он ни за что бы не выжил в дикой природе. В Канаде, скандинавских странах, и Швеции в особенности, все чаще стали встречаться белые лоси. Не так давно, одному местному жителю в западной части Швеции удалось запечатлеть необычного лося, белоснежного цвета. Из снятого материала видно, что это абсолютно белый лось, и даже рога у него белые. Другой шведской жительнице, тоже удалось встретиться с этим необычным животным. Лось вошел в ее сад, чем обескуражил хозяйку приусадебного участка. Такой необычный окрас полностью белого лося, объясняется двумя версиями. Первое, это врожденный альбинизм частичного типа. Дело в том, что в отличие от альбиносов полного типа, у него глаза имеют естественный цвет. Сторонники другой версии, считают белоснежного лося, генетическим вариантом, новой разновидности животного. Здесь споров много, так как многие придерживаются мнения, что белый лось, не является альбиносом, как раз по причине своего натурального цвета глаз. В защиту этой теории, специалисты ссылаются на лосей, с белоснежным окрасом, которые встречались с коричневыми рогами, как это и должно быть, у обычных представителей этой популяции. В странах Скандинавии и Канаде, введен закон об охране этих особей. Их запрещено отстреливать охотникам, даже если животное имеет на 50% окрас белого цвета. А это означает, что этот ген, будет передаваться из поколения в поколение, и белых лосей, в ближайшем будущем, возможно станет больше. Белый енот-полоскун. Несмотря на свою принадлежность к хищникам, животное отряда енотовых питается не только мясом, в его рационе, достаточно много и растительной пищи. Главное условие обитания енотов, наличие рядом водоема, и это правило касается любых видов, в том числе, так живет и белый енот-полоскун. У енота-альбиноса, нет привычной черной маски, и они внешне очень похожи на песца. Иногда у них, могут встречаться характерные полоски на хвосте, но с менее выраженной окраской. Своё название, с приставкой полоскун, зверек получил заумывальное поведение, так как он тщательно и быстро ополаскивает почти всю пищу, перед тем, как ее съесть. Первоначально эта привычка енота к мытью еды была истолкована неверно. Дело в том, что в воде еноты ловят моллюсков и лягушек, а их моющие движения – всего лишь попытка поймать добычу большого размера. Воробей-альбинос. Эта птица, на первый взгляд, ничем кроме своего окраса от других себе подобных не отличается. Чаще встречаются птицы, у которых частично проглядываются признаки необычного оперения, а увидеть полностью белого воробья – исключительная редкость. Увидеть такого в дикой природе – большая удача. Таких птиц обнаруживали всего несколько раз за всю историю наблюдений. Альбиносы – жертвы генетических мутаций, считают зоологи. У них отсутствует пигмент окраски – меланин. Таким пернатам особенно сложно бороться за жизнь. Среди воробьев, в возрасте старше одного года, светлоокрашенные птицы практически не встречаются. Так что можно предположить, что это связано с повышенной гибелью таких особей от разных причин. Их, например, лучше замечают хищники. Так что этому блондину предстоит серьезная борьба за выживание. Зато он – настоящий красавчик. Даже жаль, что у птиц нет своих социальных сетей. Эта птаха, наверняка получила бы много лайков, за свою нестандартную внешность. Однако зима – трудное время для пернатых. Из-за метелей и сильных морозов, многие птицы погибают от голода. Особенно, страдают синицы. Из десятка до весны доживает только одна. Вы можете помочь птицам пережить голод, подкармливая их, свежим салом, семечками и крупами. А на этом я с вами ненадолго прощаюсь. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и смотрите другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok